Всемайки.ру Он находится в описании. Заказывайте любые принты на любых вещах. Это действительно очень круто и качественно, что самое главное. А также пользуйтесь промокодом на скидку. Он также находится в описании. Да-да, все там в описании. Итак, сегодня я расскажу о трех лентах. Две из которых имеют, ну, самое-самое прямое отношение к Франции. Ну, собственно, начну с главной премьеры от французского режиссера Люка Бессона. Валериан и Город тысячи планет. Что это такое и под каким соусом это нужно употреблять? Фильм основан на серии французских комиксов 60-х годов Валериан и Лорелин. На родине это культовые персонажи. Люк Бессон также является их поклонником. Эта парочка служит космическими спецагентами, которые участвуют в различных заварушках, происходящих в 28-м столетии. По сюжету же фильма они ввязываются в один неприятный межпланетный скандал. Сюжет слишком очевиден и не слишком сложен, чтобы его тут подробно пересказывать. Картина по этому поводу, похоже, не парится. Давайте и мы не будем. Итак, несмотря на кучу проблем, о которых позже, картина неплохая. Смотреть ее можно, и кто-то даже получит от этого зрелища удовольствие. Итак, представьте себе пятый элемент и повысьте уровень безумия на пару порядков. Уберите оттуда харизму Уиллиса и захватывающий сюжет. Но добавьте больше экшена, визуального пиршества и вырвиглазного дизайна. Вот это и есть Валерия. Люка Бессона просили снять еще один пятый элемент, и он снял. Но попытка повторить успех прошлого вышла так себе. Но до черт с этим. Фильм невероятно красив, по-хорошему безумен и в какой-то степени неадекватен. В этом, безусловно, его оригинальность. Очень прикольный дизайн пришельцев, которые были и забавными, и страшными, и красивыми, и мерзкими. Но при этом все равно интересными. Впечатляли визуальные эффекты и экшен. А еще понравилось сумасшествие некоторых сцен. Правда, местами фильм уж слишком с этим борщил. Но все равно мои аплодисменты за фантазию и пестрый визуал. Одна начальная сцена под Дэвида Боуи только чего стоит. Ух! То есть, если вас интересует картинка, то бегом в кинотеатр. Перед нами будто бы ожившая Футурама. Вот серьезно. Кроме того, там есть невероятно красивая и эффектная сцена с Рианой, которая исполняет эротический танец. Да-да. Риана, кстати, сыграла лучшего персонажа фильма. А это эпизодическая роль, прошу заметить. А вот главные герои невероятно разочаровывают. Это основная проблема фильма. Во-первых, их характеры плоские и невыразительные. Во-вторых, фильм не трудится их нам представлять. В-третьих, Кара Дельвинь и Дэйн Дэхан вообще не смотрятся как положительные герои. У них у обоих очень мощная отрицательная харизма, поэтому из них выходят неплохие злодеи. И им совершенно не верится, когда они изображают положительных героев. Складывается ощущение, что это чудовищный мисс каст. В-четвертых, очень плохая актерская игра. Дэйн был еще ничего, просто потому что ему тут особо играть нечего. Но насколько же плоха Дельвинь? Ух, это просто новая грань плохой актерской игры. Она в буквальном смысле изображала мультик. В буквальном смысле не хватало мультяшных звуков, когда она что-то делала на экране. Это было так плохо, что слов нет. У этой парочки, кстати, есть любовная линия, но вот только химии между персонажами нет никакой. Совершенно. Абсолютно. Эти двое с самого начала лишь раздражали. Увы и ах. Сюжет же у фильма, ну, достаточно примитивен. И если убрать кучу филирных сцен, которые затягивают ленту, то как раз получится серия футурамы. Вот не дать не взять. Ну а вместе с этими сценами картина кажется очень уж затянутой. Юмор, конечно, спасал положение, но не сказать, чтобы его было уж крайне много. Короче, от меня, пожалуй, наверное, бронзовая медаль. Идти на фильм или нет решать вам. В принципе, если сходите, то ничего не потеряете, но и как бы не приобретете. Это очень дурацкая картина с плохими персонажами и слабым сюжетом. Но в то же время с очень классной картинкой, дизайном и парой-тройкой крутых и даже потрясающих сцен. Это был фильм французского режиссера, снятый по французскому комиксу. И мне на этой неделе довелось глянуть еще один фильм, который тоже французский. То есть он полностью французский и в оригинале на французском языке. Картина под названием, то есть в нашем прокате она носит такое название, «Жених на двоих». Это стебная комедийная лента, наполненная порой очень жестким, но без перебора юмором. Когда я увидел трейлер, то подумал, что это очередная клишированная хрень, какой Голливуд нас закормил. Но слава Линзе, это не голливудский фильм. Он несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. Очень много шуток и часть истории строится на обыгрывании достаточно грустных тем. Алкоголизм, одиночество, детские обиды. Некоторые эпизоды получились очень трогательными и даже злободневными. Но не волнуйтесь, картина не грузит. Она достаточно смешна и в ней полно хороших шуток. Смотрится она легко, в ней дофига чисто французского шарма, поэтому сходить со своей второй половинкой на эту ленту будет самое то, что я и сделал. Сюжет рассказывает о молодом человеке, который оказался в непростой ситуации. Организатор его свадьбы по совместительству является его случайной любовницей, с которой он переспал по пьяни на вечеринке. Роль этой любовницы исполняет Рэм Кириси. Она же является режиссером, и она весьма красивая и интересная женщина. Наблюдать за ней на экране одно удовольствие. Портит фильм лишь банальная развязка и в целом предсказуемость основной линии. То есть, смотря эту ленту, можно легко представить, как будет развиваться сюжет от и до. Таких любовных фильмов мы видели уже миллион. Да, в картине очень много приятных моментов и трогательных эпизодов, но центральная подоплека сюжета, увы, не блещет оригинальностью. Но это не делает фильм плохим, пожалуй. Главное ведь, как это подано. А подана лента весьма неплохо. Поэтому я ставлю ей крепкое серебро, мне картина понравилась, и я, пожалуй, порекомендую ее к просмотру. Очень легкий и милый пустячок, в котором иногда проскальзывает весьма суровый стек. Иногда прям на грани фола. А иногда и перепрыгивая эту грань даже. Ну, да, не все было удачно. Ну и ладно. Ну и напоследок, терпеть не могу ужастики. Ну, вы же знаете, на канале у меня их минимум. В кино ходить у меня особо на них нет желания. Тем более, когда в фильме главную роль играет моя бывшая, бесчувственная кукла. Но критики так расхвалили Аннабель за рождение зла, а ведь это моя работа, ходить на знаковые ленты, которые вы ждете, что мне пришлось тащить свою задницу в кинотеатр на этот фильм. Ну, по большому счету, я об этом не пожалел. Говорили, что фильм очень хорошо пугает. И я рад сообщить, что пара моментов меня действительно напугала. Но в целом не сказал бы, что я дико ссался. В основном пугалки были несколько примитивные и построены по похожему принципу. Нагнетается саспенс, игра света и теней, напряженная музыка или тишина. И что-то потом выпрыгивает резко на экран. Но да, ничего такого сверхнеобычного. Ближе к финалу такие эпизоды становятся уж слишком предсказуемыми и от того перестают работать как надо. В целом, Аннабель это такой голливудский аттракцион пугалок. Своеобразный набор сцен, которые должны заставить зал вскрикнуть. И в принципе, картина со своей задачей справляется по большей части. К финалу, правда, от этого устаешь, но зато в середине фильма действительно проскакивают весьма годные и пугающие моменты. Атмосфера у ленты в основном жуткая, актерские работы в большей своей степени хорошие. А сюжет же такой. Пожилая супружеская пара приглашает разместиться сирот из закрытого только что приюта для девочек у себя на ферме. В том доме, где их поселяют, есть, правда, одно ограничение. Воспитанницам нельзя входить в комнату, где жила дочь хозяев. Но, естественно, по законам жанра, одна из девчонок туда заглядывает. Там и находит ту самую куклу. И тут понеслось. В целом, лента мне, пожалуй, понравилась. Она не лишена, конечно, клише, а логика порой насилуется так, что аж стыдно становится. Ещё проблема в том, что общий сюжет какой-то неуверенный. Фильм напоминает скорее набор пугательных эпизодов, чем стройную историю, хотя, может, это мне так показалось. Но в целом, как аттракцион, лента работает. Причём работает хорошо. И в паре моментов я действительно пугался. Поэтому пусть будет, наверное, серебряная медаль. Да-да, пусть будет. И ещё добавлю. Фильм можно смотреть и без предыдущих лент сериала. По крайней мере, мне это абсолютно не мешало. 12 августа я буду в ТРК Питер-Радуга, метропарк Победы, Санкт-Петербург. Меня, да и куча других блогеров, пригласили на открытие сезона Back to School. Приходите, пообщаемся, сфоткаемся, что хотите, в общем. А подробности и программа мероприятия по ссылке в описании. Так что, да, всех буду рад видеть. И ещё одно. Хватит мне уже везде, где ни попадя, писать про плахбастер. Он в монтаже. Выйдет, скорее всего, на следующей неделе. Но я не уверен. Это не точно. Одно могу сказать. Я над ним работаю сейчас. Все съёмки завершены. И ролик сейчас монтируется. Ну а с вами был Сокол. Высказывал своё личное мнение. Сходите в кино. Составьте своё. А также ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. А также Twitter и Instagram. И обязательно нажимайте на колокольчик там внизу. Это прям очень важно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok